В Красноярске работает уникальный проект «Шаг за шагом». Благодаря проекту в нашем городе открылись бесплатные тренажерные залы для инвалидов-колясочников. А курирует его Наталья Коптелинина. Десять лет назад девушка попала в ДТП, перенесла несколько операций и оказалась почти полностью парализованной. О человеке, который смог помочь себе и помогает окружающим. Следующий материал. Этот тренажерный зал для Натальи особое место. Она работала фитнес-тренером, открыла зал, а через год попала в аварию. В ее восстановлении спортивный клуб сыграл важную роль. И когда случилась моя травма, началось мое восстановление уже моральное именно в этом клубе. Меня принесли на руках, посадили вот в эти стены после травмы, после моей, да, и мы начали создавать его заново. Тренер и спортсменой признается Наталья как семья. Возможно, благодаря таким отношениям атлеты добиваются больших успехов. Ксения Романова в прошлом году стала чемпионкой мира по фитнес-бикини. Заочно мы с Натальей знакомы уже пять лет, ну а лично, наверное, года три-четыре. Это феноменальный человек. Я на самом деле ей просто восхищаюсь, сколько она всего делает, с каким усердием, с какой отдачей. Ну это просто невероятно. Сейчас каждый день Натальи расписан по часам. Эта улыбчивая девушка, по ее признанию, просыпается в пять утра, ложится ближе к полуночи. Одна из ее главных задач – развивать проект «Шаг за шагом». Благодаря этому проекту люди с инвалидностью бесплатно могут заниматься в тренажерном зале. Вот их было семь человек. В настоящий момент их пятьдесят. За день наша группа может принять пятнадцать человек. И мы так посчитали, за все это время, сколько мы работаем, семь месяцев. У нас в среднем занимается пять человек в день. Этот тренажерный зал для людей с ограниченными возможностями – не только место, где они могут поддерживать физическую форму, но в первую очередь место, где они могут находить друзей. Зал помогает им социализироваться. Люди на самом деле хотят, хотят поменять свою жизнь. Какие-то более здоровые, более активными. И они с радостью к нам приезжают, занимаются. И я смотрю на их глаза, как потом меняется их жизнь вообще. Это же не только спорт, это возвращение вообще к активной социальной жизни. Аналогов проекта в России пока нет, говорит Наталья. И развитие его в нашем городе объяснимо. По словам Натальи, для нее это не хобби и не работа, а жизнь. С этим чувством все делается проще. Я вся на связи. Я знаю, какие проблемы в нашем клубе. Более того, я знаю, какие проблемы личные у каждого спортсмена. Я стараюсь знать, потому что мне это важно. Это моя семья, моя спортивная семья. Я даю им силу, и они дают мне силу. Наталья на этом останавливаться не собирается. Для нее важно помогать делать спорт доступнее и для людей с ограниченными возможностями.